всех приветствую на моем инстаграм канале есть такое выражение реклама двигатель торговли так вот 10 секунд рекламы сделали этого актера самым узнаваемым американским гангстером на отечественном телевидении 90-х обаятельный душка человек праздник фейерверк эмоции и фонтан идей актер трагикомичного амплуа я бы даже его назвала таким нашим русским дэнни де вита он отличный кулинар заядлый собачник баритон и наконец любящий дедушка в общем многогранный неповторимый жан-даниэль и сейчас я хочу присоединить к нашему прямому эфиру жан подключайся я тебя уже вот я вижу я знала что то приветствие будет точно необычным как и все что ты делаешь да это замечательно лето лето наступило лето да ой наконец-то да после этих дождей и вот это изоляции безумные да кстати про самоизоляцию а вот например могу узнать чем ты занимался на самоизоляции значит я во первых должен сказать и ручка сделано то что я в самоизоляции уже лет 20 то есть ничего нового в моей жизни так особенно не произошло если учесть такой сложный график гастроли так сказать улеты прилеты вокзалы самолеты когда ты приезжаешь наконец-то домой все все закрывается отключаются телефоны готовится много вкусной еды закупается вино и самоизоляция книги фильмы так что я я рад домостив я люблю очень дом единственное что повлияло психологическое вот это нельзя наденьте маску туда не посмотрите сейчас будет код надо какую-то пробу чтобы пойти в туалет ну как паноптику это просто психологический день ну да чисто психологически прекрасно замечательно чувствую себя дома самое страшное и самое главное что я скучаю по сцене вот саму ну как можно звучать театр закрыт насколько мы не знаем ой какой-то ужас но это правда я сейчас безработный как и многие другие фильмы картины стоят да спектакли отменены когда и чтобы никто не знает новые у меня три спектакля были проекте репетиции шли не знаю что будет но я не умела это точно потому что с твоим характером своим жизнелюбием вообще нет ты не можешь унывать тоже а может быть вот во время этой вот типа вот этой самоизоляции карантина карантина да вот вот пишут тебя любит мы тебя очень любит не читай я буду читать а может быть за это время какие-то новые там таланты открылись открылись вот видишь я стал более интенсивно разговаривать сам собор да ладно с выражением вы понимаете я делаю поклон у меня иногда начинают представляю сцену прочитаю какой-то монолог из старого спектакли какой я стал много читать что было невозможно и какой-то кусочек я найду так сказать подчеркну и потом это с выражением делаю такие реверансы такие поклоны и все так рукой на галерку там я иногда знаете что делаю может быть это шизофрения не знаю я нашел в этом сказать в интернете звуковую дорожку аплодисменты ну просто записанные аплодисменты давай да и вот я это так в финале моего текста включу и этот на на громкость я значит эти поклон прекрасное качество слушай я тебя планирую значит поскольку я нарушил сегодня график потому что я обычно пятницу ем пью и выхожу так сказать но я решил сегодня это сделать потому что параллельно видимо смотрят и любители моей кухоньки я сейчас у себя на кухне я сделал потрясающую курицу табака я не знаю видно или нет видно лаваш значит обязательно молодой лук тицака перец четыре вида зелени огурчиков помидорчиков сулгурт и хорошие итальянское вино поэтому я периодически буду есть господа вы тоже наливайте у кого что есть и да ирочка за нашу встречу солнышко спасибо это вообще это это потрясающе ты даже меня аж прям слюни потекли когда начал перечислять кстати по поводу разговаривать я тебе честно скажу по секрету я тоже люблю сама с собой разговаривать я вообще люблю свои мысли вот так ходить и говорить с собой наверное со стороны так посмотреть типа ну тихо тихо сам собой я веду беседу в обществе и вызвали карету а дома нормально но иногда это репетиция это такой тренинг я тренирую голос вы знаете артистам нельзя делать паузы тем более такие хотя бы где-то что-то это очень влияет на профессию это очень влияет несмотря на то что я 32 года на сцене вот мама да тем не менее на этот тренинг надо все время как балетным нельзя там конечно у станка обязательно так что вот это я ему штучок специально для начала просто обычно просто обычно да скажи вот уже несколько лет ты каждую пятницу проводишь прямые эфиры на странице в фейсбуке да вот она так и называется посиделки у жанчика вот ты там и ешь и ты там и пьешь и ешь и общаешься со своими подписчиками а а с чего вдруг появилась вот эта такая традиция какова цель а честно говоря честно готовилась программа на канал на телевизионный канал и скажу какой ладно вот на один из каналов я сделал синопсис написал что должно было быть такая вот программа поскольку кулинарных программ много там куда-нибудь в интернете невозможно уже надо было что-то я решил что так сказать главное должно быть персонаж юмор а ну а второстепенно должно быть блюдо ну я мог там рассказать что и как мне сказали что осень лучше снимите видеоряд то есть сейчас такая вот надо снять видео пилот там что-то такое ну я снял пилотик отослал они сказали гениально замечательно но вот вы знаете в связи с тем что у нас нет денег нет это но моя знакомая которая была на канале она сказала он такой яркий блять ой извините я периодически это нормально это нормально я говорю на хорошем русском да и значит и вот и как-то меня кинули и ручка я думаю ну ладно я стал развлекать народ во первых приучать кухни в том смысле что всегда особенно мое поколение кухня для нас было все и тасс это полномочия заявить и там еще что и оон да 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 стихи там это сисю путью ля 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 вкусно это вот такое мекка вот такая была мы где я решил привлечь кухня не просто забежали паяли укрепа а все поругались помедлились поплакали это случилось это не случилось это должно быть вкусно красиво я начал привлекать и смогу блин нравится народу и мне очень нравится поскольку я вы знаете что такое да сын это оторванный ламот женился все жена ребеночек дай бог им здоровья я их обожаю но тебе для папы времени нет поэтому ну я один жориком жорик тоже сыночек моксик поскольку полу мост полу что-то вот такой гопник у меня жорочка и вот вдвоем сидим и прекрасно себя чувствуем понимаете я это тоже такой диалог знаете мне я читаю что-то тогда мне другие очки чтобы читать я общаюсь и как-то вот это вкусно иметь как-то потом люди стали есть нормально после моих эфира и слава тебе господи потом есть культура питья понимаете вот лучше не просто нажраться а вкусно поесть другой вопрос ну я учитывая мои габариты для меня две бутылки вина это глазные капли да но дело же не в этом все равно надо вкусно надо знать вкусно вкусно надо знать да 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 нужно уметь а то у нас иногда любят извини перебиваю выпивка вот испокон веков и он надо пить когда тебе хорошо чтобы стало еще лучше потому что понятие не было грустно я запивал это еще это нельзя не 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 вот я согласна с тобой не 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 наоборот ты говори я просто к тому что действительно я даже знаю существует традиция как правильно пить вино да ну это я это за этим здесь не скрежу конечно есть традиции я ее знаю тем больше я вырос там где умеют делают но я считаю что главное чтобы это было гармонично во всех смыслах то есть персонажи сидящий за столом тема вкусная еда а что и как выпить это детали знаешь получается что ты вообще опередил время с этими прямыми эфирами ты все это начал гораздо раньше чем и тут сейчас вот во время карантин видимо да во время я же инстаграм и я это как я не знаю что я категорически не хотел в этот инстаграм эти мне и сестра моя нутца которая пососедствует с вами нью-йорке да моя красавица моя лапуночка моя талантливейшая девочка я знаю что вы сотрудничали да мы с ней да мы сотрудничали концерт ее поддерживали да 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 она умничка у меня и правда не потому что она моя крошка она очень талантливая это правда и она доказала это своим искусством мне об этом и очень любят здесь да спасибо большое я ее очень люблю и так сказать о чем я говорил о персонаже по поводу то что ты это опередил опередил время в общем то а вот она мига давай в инстаграм давай ты не понимаешь я кнутся это рынок я не понимаю что там делать я вот у друга друг показал что такое фотографии 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 три слова а я люблю писать какие-то очерки вы знаете там полимизировать потом публика обратите внимание какая публика не в обиду инстаграмщиками так можно выразиться я еще новичок вот видите у меня тут что такое онтенна то такая онтенна да там все таки знаете такая солидная публика с юмором писатели артисты красивые так сказать ну алкоголики такие очень такие мирные мы же все это понимаете без не без порогов там есть о чем поговорить там есть полимизировать можно писать большие длинные посты вот мы астронебесное вот недавно ушел замечательный журналист публицист писатель гениальный человек тимофеевский саша гений гений вот я читал просто ждал когда же он напишет очередной пост все это интересно здесь как-то все-таки для молодежи как-то сухенько фотографии фотографии пришла ушла стукнула потарила по башке там что-то а там как-то можно как-то это все раскрыть ну в общем вот так но тем не менее с вами господа да 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 вот скажи мне а ты помнишь тот самый момент когда тебя стали узнавать на улице и когда у тебя впервые попросили автограф мой мамочки дорогие когда же мне пьет первый ой сколько же мне лет кошмар да это было ой я не помню первый раз когда если не считать одного момента ну это это как-то не первый раз получил может быть и первый раз ну как-то первый раз я снимаю 16 лет да а потом уже вот так сказать более крупные я помню что когда вышел может и ты помнишь реклама белый орех водку тогда можно конечно конечно юрочка гримов да да блокбастер по тем временам а можно было дальше нагнал массовку темнокожих потрясал умом где он нашел столько афроамериканцев я не знаю и все декорации безумные все это это кино это было кино тогда ведь тогда можно было и бабки были видимо и когда удастся сниматься конечно они же такой театральный весь что-то ну ладно думаю надо уже денег то не было пожрать театре мало платили уже надо было и вот выходит реклама я выхожу утром иду на работу как честная маша значит театр себе на репетицию рано утром а у нас тогда еще были киоски ставили помнишь да 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 водкой и сигаретами конфетами тогда я жил на пятого года на улице макеева так я прохожу мимо этого надо там или пешком до метро пятого года и там у нас такой мальчик был один за ним мы его все любили азербайджанец такой я не знал что ты артист вот это иди сюда иди сюда вот это я тебя очень прошу это имя фамилия адрес напиши адрес не буду я помню что он имел ввиду автограф я начинает таким на этого орла и ушел я такой доволен ушел то боже мой автограф попросили скотину вечером возвращаясь домой и он я так устал тебя ждать уже смену не могу за тех что такое мне нужно чтобы ты еще подписал я для мамы для меня для кого-то достаёт ящик мама ящик там не знаю сколько штук было чтоб 20 или больше я значит как идиот подписываю это но я сказал знаешь что милый мой ты мне хотя бутылочку что же я подписываю огоцой бутылочку и все сигарет я хорошенечко заработал на этом и ушел но не тут-то было ира не тут-то было я я же абсолютно чистый наивный толстенький пухленький ангелочек театр театр дайте мне коррект я же вообще не думал о другом оказывается этот кукунечко умный видите ли молодую слушай более 19 наверное было так он стал продавать эту водку за цененной цены за счет автографом вот блядь ты понимаешь вот это да это я потом не сосиска я покупаю водку он мне говорит нет это надо 10 рублей дорожек потому что здесь автограф артиста ты представляешь вот пожалуйста бизнес вот он даже не сомневаюсь что сколько лет прошло я думаю что у него сейчас какая-то фабрика заводы самолеты с таким-то уж да да за талант за талант это точно я конечно не могу не спросить тебя о встрече с кирой муратовой потому что моя девочка моя любовь да да как так получилось что она вот именно стала очень часто тебя приглашать свои фильмы ну как часто мне все неудобно будет некрасиво что она таскать что-то во мне увидела ну не да вот я и понравился я рассказала я пока могу буду тебя снимать ты мой герой ты мой она кстати первое сказал как жалко что феллини не знал тебя феллинивский герой но я и хотел парировать тем что она тоже так сказать в этом жанре слава богу что вы меня для меня она мать в кино она мама которая вырастила дала дорогу после ее фильмов сам со мной стали говорить уже называли отчество так извините великая вещь кино магии это сказать но нашла на меня благодаря актерство 1 агент макс если ты знаешь здрасте ларисочка сейчас тбилиси мы с ней постоянно на связи ларисочка сейчас тбилиси да процветает моя девочка дай бог ей здоровья трудоголик фантазии ну она просто фонтанирующая личность и мега талантливый человек и я думаю что у нее всегда все все что она задумывает у нее все сбывается и вот ларочка тогда у нас театре просто арендовала комнату для агентства макс агентство макс да да и ну поскольку мы артисты под жопой что называется рядом она повесила наши фотографии вот там значит меня обнаружил сперва обнаружил гримов я снялся в это сказать белый орел а потом уже видимо кира это увидела я уже вот там много очень всяких историй но по крайней мере нет директор картины александр пока веков вышел на меня дай бог ему здоровья сейчас москве сашинка привет и вот он значит вот так я попал к идиоте это счастье ира я не могу тебе описать это какое счастье знаешь для меня было счастьем когда-то в свое в свое время познакомиться с александром абдуловым для меня тоже это был такой переворот в момент да да кстати между прочим вот несколько дней назад благодовщина со дня смерти муратовой 6 июня а вообще чем она тебе запомнилась вот чем какие ассоциации у тебя возникают упоминание как тебе сказать хочу какой-то такой слова найти она у нее свой мир был вот как она хотела как не все она говорила как она видела как не все это бросалось в глаза но это было не то что она вот как-то вот так прямо фейковские какие-то штучки да 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 точно просто она вдруг она ты сидишь и она тебе рассказывает а это оказывается так просто а так просто могла тебе рассказать как будто как тебе казалось что так сказать просто это расскажите скажите покажите давайте просто больно а на месте потом какой режиссер я бы на свою веку уже не после этого снимался но я таких режиссеров не встречал смысле техники она вызывала артистов за неделю раньше до съемок там продюсеры вешались наверно но она это и условия и она начинала говорить с тобой просто разговаривать ты приходил на площадку ну как роли вы читали это условия хорошего газете вам долго сидим читать она все артист бог для него и и она ну как что вот она вот так водила то есть этого не было значит как сейчас приезжаешь на съемку ты понятия не имеешь о чем фильм и мне говорят зачем вам это надо знать вы уже там как вот 16 серии там что было до этого это неважно сейчас посмотрели на вилла вот он плохой он вас обил туда плюнули этого юбнули спасибо гениально все вы гений а там ты тебя был почему у него всегда было только два дубля гениальный оператор где все уже было понятно там абсолютно в одну сторону смотрела смотрела вся съемочная группа ничего подобного я больше не вижу сколько я не снимаю сколько лет после кира ой как сказать гений даже это не то слово там оттуда вот оттуда она оттуда пришла и туда ушла сняла все что надо и сказала хватит вам пойду я дальше туда вот так ум но она просто я ее обожаю я очень редко говорю прошедшее время так здорово вот так редко но так метко смеялась и так за так сладко редко очень смеялась очень редко но если она смеялась то смеялась то смеялась уже это а женщина у тебя вообще очень необычное имя жан-даниэль многие думают что это да да многие думают что это твой псевдоним давай разве это какой я блять его извините я вас умоляю вот это мои бабки детки вот это все ну что я могу вот у меня нас трое я старший потом идет ирочка которая живет между лондоном греции и нью-йорка пошла наша скоро уже окончательно решила переехать нью-йорк и она младшенькая а средний брат вито он живет баден-баден вот так все разбежались ух ты да это вот мы по папе брат и сестра по папе мама у нас разница но я самый старший первая первая жена была моя мама танка вот по папиной линии у меня бабушка кубанская казачка маргун раиса иван который каким-то сказочным образом вышла замуж за армянина с французскими полу французскими корнями и все это оттуда вот идет и понимаете поскольку прадед то есть отец моего деда вот попал во францию когда вот это не было армянский мальчик из гор какой французский какой русский он говорил на староармянском языке такой вот армянин армянин он худенький маленький нигде зарезали всех его родителей но это все видел вообще как он пережил это все я не знаю он прожил во франции 150 лет условно говоря он три слова знал по французски так и не выучил его и вот мой дед транскрипция его армянскими звучит как жон ну и вот поскольку я был первый внук он тут насрогал двух мальчиков моего папу и моего дядю царство небесное папу я похоронил два года назад дядю раньше вот нет этих двух братьев вот вот так он назвал одного он не назвал мне решили назвать мой папа так и шел так реверанс сделать и назвать жанну там где я родился было три жанны я собака до и кошка код жанна сумасшедшая собака до и я но жанн по-русски это ваня я ваня я же иван джордж а как у тебя паспорте написано написано так жанн не написали даниэль потому что вот эта длинная строчка не хватает в советском союзе может представить да они смотрели на моих родителей на меня как на идиотов они вообще не так вот здесь не хватает строчки где только будет вот один имя наставим и написали вот это и фамилию и все а я просто в отлично фамилию не печатаю его даниэль даниэль ну да жанн даниэль да ну просто поэтому у всех возникает вопрос я с удовольствием откликаюсь на вань моя бабушка русская да она все время злилась назвала меня ваня ваня все время нет я тебя ваня не совсем не представляю да ну афрел очень хороший ванечка да окрещен я как иоанн а иоанн а потому что ваня ну тогда да тогда будем тебя хорошо ванечка так вот самое интересное что к такому имени естественно жанн невозможно придумать мне кажется там обидного прозвища да вот как ни назови все равно как-то получается очень эластово жанн 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 жопа жопочка жанн жанн жопа жопочка жанн жанн жопа но я знаю что тебя в детстве звали фуфа почему не подожди подожди не в детстве это в институте а уже в институте тоже можно сказать учитывая мой возраст это уже можно назвать так ну потому что я пародировал мою любимую фейн георгию очень любил ее кстати есть клип если вы найдете ютюбе это нутсен клип и снимал его евгений митрофанов женечка очень талантливый режиссер но это девяносто пятый год когда вот эти клипы все нутска тогда начинала здесь она была в россии и мы сделали замечательный клип на по произведению гершвина и там снимаюсь я и начало клипа когда файна георгиевна с папиросой и там кстати я играю по сценарию да нутска поет там мишка ефремов я нутсо так такие вот друзья все собрались черно-белый такой клип хороший так что посмотрите да 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 я кстати я кстати помню этот клип вот-вот я там за роялем сижу я просто ее очень любил у меня два кумира файна георгиевна ранецкая и луи де фюнес не знаю существует ли реанкарнация там или что-то такое это надо спросить у нашего общего друга гения так сказать писателя драматурга и так далее так далее господина захарова да который все-таки более четко объяснить что и как я с детства когда только вышли в финну я шестьдесят второго года рождения какой у нас и фильмы вышли ты представляешь меня через три года шестьдесят лет глядь это же сойти с ума можно ясу как мой сын говорит папа угомонит когда ты постареешь я говорю нахрен зачем тебе чтобы я стараюсь нет не надо а он вообще на меня не похож абсолютно дело не во внешне он вообще другой абсолютно такой вот такой батя вот вот такой он я говорю паша блять что то такие да ну в общем и я ходил на все сеансы на на все бегал со школы и вот и смотрел прямо вот все потом по лимону спектакль в школе я все его тексты монологи как по повернуть все я тогда просто не понимал что его дублирует великий кенигсон то есть такое совпадение я год это потом потом сгадание но вот даже сейчас мне вот так похож как но я это я это не специально делаю когда я работаю играю спектакль у меня все время вот эти что это все у меня вот прямо прямо где-то здесь и когда мою картину кстати кирину двухтысячи четвертом году показывали вам флоре там кинофестиваль русского кино каждый год да 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 и там участвовали наши картины 2004 году меня нельзя к сожалению вот там я получил какой-то приз там что-то такое но писали не звонили даже оттуда что но француз пришли на картину кинокритики да 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 ну шан потом они вызвали жан да нет там корни все ой это наш французский артист там они как-то это же наша кровушка а там французы к себе к себе тебя да нет товарищи нет товарищи я сын советского союза да и русский артист хотите жаном хотите тазиком называете как или ванечка ванечка это сто процентов я слушай жанечка ваня ваня французский ваня слушай жанечка скажи а вот откуда у тебя появилось такое желание стать актером ира детка девочка моя красавица какое желание это диагноз я родился им актерами не становится чего серьезно то есть вот ты прям вот прям вот нет я знал а я вот неслучайно тебя спросил почему потому что ты прекрасно понимаешь что сейчас летняя пора пора обычные экзаменов театральные вузы но связи с тем что сейчас ну как бы происходит да не знаю там будут онлайн сдавать или я вот да да сложно да представить но все равно хочется все-таки услышать например твои советы абитуриентом вот чтобы ты порекомендовал будущим актером какой материал лучше выбрать для поступления например как я должен видеть нет то есть тебе нужно увидеть нет общих ничего если он себе не мыслит жизни а это видно ира это не то что я бы я бы я как несколько лет назад много лет даже сказал ну по просьбе моего друга старшего режиссера прекрасного ну когда прием на экзамен мастер редко сидит но иногда сидит иногда нет и вот мы то есть молодая так сказать артисты как педагог мысль я бывал на этих экзаменах никогда в жизни больше не пойду чтобы мне сказать сколько народа прокурнала да вот я вот спрашиваю абитуриенту который уже не пройдет дальше уже понятно я говорю детка кто тебе сказал что ты актриса вот почему мне все говорили мама с детства говорила а я вы знаете как я в клубе выступала в клубе в себе хуже вы понимаете что зарпление полное причем мамой причем клуб блять иди работай в этом клубе дальше это состояние это как-то странно наоборот я знаю вот если вы так посмотрите по статистике в основном те кто стали великими артистами их всех отговаривали всю жизнь ну да ну да они поступали в один институт второй но все равно возвращались потому что это невозможно если тебе это сидит без этого нельзя это диагноз товарищ если ты алмаз то конечно институт тебе сделает бриллиантом через 5 лет но если ты камень ты можешь 300 лет учиться во всех клубах сразу вместе будешь камень а сейчас наша профессия просто уценилась квн мавэн вот эти камень зи клаб мами зи клаб да да я ничего против этого не имею потому что это другой жанр это народное творчество но блять звезда артист звезда как это вот как я любил это эпитет звезда но сейчас это просто какое-то учежительное ну да почему она звезда третий раз пошел такой ужас сейчас куда не кинешь ютюб все артисты все поют товарищи товарищи сейчас самые популярные я тебе скажу это блогеры о блогеры а блогеры да 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 я смотрю да захожу смотрю на этих маленьких мальчиков мне это нравится иногда будет так талантливая но это же общее то есть я понял что чтобы ты стала мега потом лайки майки больше ты должен такую хуйню блять сказать там или что сделает тут же тут же вот тут же моментально там прибавляется по миллион лайков но все-таки наша молодежь астрауна я вот смотрю и ржу не могу вот 19 20 такой несет такой бред но так талантливая их мало их мало талантливые видно что талантливый ребенок никто не ставил это это камера дрожит но так это смешно их очень мало а вот эти блогеры десятка страшных историй я сейчас скажу плохая русская речь какой-то идиот что кто тебе сказал там нахватался там прочелся какой-то бред ты понимаешь ужас в одном своем в одном своем интервью да мадам в одном своем интервью ты сказал о том что мечтаешь сыграть бабу ягу а тебе все время предлагают сыграть гангстеров спившуюся дореволюционную блять с полными перчатками сигареты которые которые сто два года ну такая очень хочу это же потрясающий персонаж это трагическая женщина если так посмотреть на эту игру это же страшно в лесу ее все не любят но на самом деле по мою отмой она как она тянулась к этому иванушке или там царевичу это все с этой идиоткой кошкой она там а этот каши дебил не то муж не то кто терроризировал не туда не сюда с этим со своим яйцом шизофренинг о чем ты говоришь это персонаж очень хорошо а есть еще может быть какие-нибудь работы ну какие-то роли которые бы ты хотел бы платить именно и в театре и в кино я хочу сыграть все то что противоречит так сказать каким-то нормам плохом смысле этого слова хочу сыграть вот роль на сопротивление странных людей которых называют сейчас фрики или а почему фрики это он просто другой блять он просто другой другой ну может быть в том что он другой в этом есть прелесть вот это серое масло вас много вас много красиво но вдруг бас и появляется что-то уникальное да и все так смотрят но тянутся блять смотрят и тянутся по что неизведанное я люблю вот такие роли я люблю такие роли вот что как его мучают не чтобы как-то отстали вот мучают и доказать ничего не могу и сказать ничего не могу и идет это и идет не дают ему но он творит молодец он все равно творит 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 потому что он от бога все эти все сказано а вторую роль я собрал в спектакле призрак на цыпочках где моим партнером были моя любимая и близкая подруга Леночка Сафонова дай бог не знаю да 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 как я ее люблю как она красавица как она замечательная мать а какой она друг товарищи если вы знали если вы знали что творит Лена Сафоновна как она бегает за этими несчастными кому помочь что делать Лена ты где ты ты же ко мне ехала сейчас спрашиваю подожди я пока ехала я увидела там собаку сбила машина я в какой-то больнице сейчас потом поеду туда ее надо уложить вы понимаете и это касается и детей и взрослых а уж я друг я не дай бог ляпну что у меня что-то болит там тут же 9-1-1 Сафонова я решила заехать между съемками полные пакеты там все ну как это уникальный человек а народ-то не знает этого всего это актриса но я мне тоже говорили мне кстати говорили про нее я знаю это что она очень сердобольная генетика благородная вы посмотрите какой папа у нее был какая мама какой актер великий и вот там нас играла Леночка я и мой любимый и мега талантливый гениальный вот блять приехали Володя Володя и забыл фамилию Вахтанговский актер так легенда Вахтанговского театра Толичка Журавлева играла еще ага Гришечка молоденький со своей супругой Румянцевой но вот костяк вот были мы так сказать ой как это некрасиво сказано я там играл вот эту тетушку Маргарет мамашу вот этого английского семейства полную сумасшедшую гениальную феерическую я хотел финальный на мне кажется вот такие сиси безумный парик каблуки я милитарий форме шортиках Владимир Симонов да Володя Симонов правильно моя бубочка видишь целая команда работает спасибо спасибо мой родной да да а Володя Симонов это вот знаете что вот я считаю это один из последних вот той плеяды это что-то я даже описать как он гениальный вот как он гениальный боже мой ну это не знаю я получал колоссальное удовольствие это был проект Наташи Быковой продюсера к сожалению она сейчас не делает спектакли но ее один из ее проектов очень удачный мы с удовольствием играли объездили все много лет вот и так я конечно вспомню естественно мы должны вспомнить обязательно потом я перешел так сказать продюсерский центр актерский под руководством Ниночки Литвинова Дедегули которая создала такие спектакли как Большая Зебра так сказать Однажды в Нью-Йорке что там еще было ну много очень спектаклей но вот Большой Зебре 15 или 16 лет мы играли вот недавно просто год как полтора так сказать уже решили с Гузеевой мои тоже 25-летние давности подруги Гузички как я ее называю мы вот так феерично объездили 167 раз и Европу и Сибирь и все что угодно и народ нас обожает любит а мы обожаем народ наш Слушай скажи Жанчик ну вообще сложно создавать такие калорийные калоритные образы или все-таки для тебя нет таких сложных задачек Сложно все а что значит сложно ты знаешь это как-то Ну женский образ создать это не так просто Нет это не просто ну я бы у меня же очень много есть примеры товарищи у меня была женщина в юности на рынке работала половина образа Розы Марфироса на ее Соседка по дому это же все собиратель я просто помню даже интонации как они вот так создавался я говорю сделайте мне такую юбочку сделайте потому что она носила именно как вот в жару плюс 50 она вот с таким комочком вот это какой-то синтетический жуткий материал ну а надо все блестело все она потрясающая женщина была потрясающая я это все как материал как вы ищете то как вы да все вокруг чему учить нашу профессию наблюдать наблюдать да это первый второй курс этюды на этот наблюдать ну как бляд вот все вот оно все очень просто слушай я тебя слушаю у тебя настолько приятный тембр почему не ну это правда очень приятный тембр знаешь почему твоим голосом да да почему например альпачино не разговаривает твоим голосом ты знаешь вот я тебе скажу потому что не приглашают не приглашают не приглашают а во вторых не приглашают потому что я как-то не завязался в этой в этой отрасли я очень не люблю озвучивать ненавижу я даже себя когда озвучиваю это катастроф прям хоть раз застрелить да ну не люблю я это вот что-то такое сложное хотя я преклоняюсь я знаю вот среди моих друзей есть мега профессионалы которые так это делают что я просто вот аплодисменты это другая профессия это еще нет это наша профессия но это такой вот подкаст сейчас как модно говорить да 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 это надо это умить могу конечно если напряжаться я не могу вот так сидеть в этой палочке и что-то начинать двигаться там слушай ты очень многогранный и я тебе скажу тебя очень любят на Брайтоне так же как любят твою сестру Нутсу и вот мне кажется я не знала а вот я тебе да я тебе раскрою такой секрет вот скажи тебе никогда не хотелось бы проехаться знаешь по Америке с какими-нибудь гастролями например ты поешь тоже Нутса поешь какой-нибудь моноспектакль сделать читать я надеюсь что Левочка Трахтембеп смотрит тебя наверняка я ему передам сейчас привет хорошо мы с Левочкой да мы общаемся тоже мы дружим все это все в руках пожалуйста Левочка свистни и я у вас с большим удовольствием да то есть это такой некий моноспектакль да все что угодно просто единственное что вот у него были приглашения он несколько раз приглашал а до него надо заметить что у моей Нутсечки муж продюсер и он был готов Тимочка сделать гастроли и все но по техническим причинам не получалось к сожалению по каким-то я не буду озвучивать но не получалось ну понятно по каким-то да причинам а я один или скажем другим спектаклем могу приехать ради бога короче организуем да конечно она у него по 7-5 программ я туда влезу вот смотри случайностей не бывает я сейчас сижу у меня уже родился план Ирочка ты же у нас господи профи у меня родился план с удовольствием солнышко мое с удовольствием те больше что у меня там одноклассницы живут конечно какое-то безумное количество близких людей с которыми я дружу не год и два а по 20 и по 25 лет и они там живут да я знаю Локал Айленд Локал Айленд какой-то там Лонг Айленд Лонг Айленд я с тобой моя девочка там их много Сусаночка моя девочка все там все Нью-Йорк 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 слушай я знаю что ты рисуешь акварелью у себя на балконе да а вот скажи это для чего это просто успокоиться или сконцентрироваться какая вообще судьба этих картин может быть поклонники просят тебя продать нет я не продаю хотя знаешь у меня была такая мысль просто в шутку такой аукцион начальная сумма тысячи рублей я куплю куплю себе блок сигарет дорогих у нас дешевые сигареты в России просто пока что я когда приеду я тебе привезу ой мне присылают эти американские какие-то Лариса написала вот такие огромные у меня на четверть летать я куплю армянские я сейчас не буду рекламировать но куплю армянские они их привозят замечательные все таки армянская кровь на четверть или все таки она видишь дает на себе знаете я уже слышу так и вот так сказать я рисую это знаешь как я иногда вот я говорю что мой рисунок они говорят как это разно мне очень важно что когда смотрят шесть человек один и ту же картину и они по разному трактуют для меня это счастье потому что я рисую я не могу рисовать рисовать яблоко и граффич мне скучно противно и вообще не понимаю что и так я рисую это мой рассказ который я не успел написать в просьбе ну так скажем все так там это кино кто-то видел вот кульминация финал начало все и каждый да вот он здесь я вижу руку а здесь вот все а второй ой как гениально вот ребус я люблю вот эти ребусы потому что это моя потому что это моя фантазия знаешь это очень хорошо а какое у тебя самое да а какое у тебя самое любимое блюдо кстати вот ты же готовишь я очень хорошо готовлю но я ну слушай я гурман гурман но их много много но то есть чтобы быть как-то вот так сказать более грузинская кухня доминирует естественно чахухбили сацивич комарули чухистма все пожалуйста я уже правую пучку молчу хачапури его бьера все мы делаем да я вот есть когда кстати возвращаюсь вот мне пишет Денис пишет аукцион мы аукцион да аукцион надо сделать делаем делаем сейчас еще надо сделать аукцион ну что у меня есть картины которые давно я их нет я их только это историческое а вот что слеженькое я их выставлю вот серьезно слушай хорошая штука огромное количество артистов значит особенно во время карантина мне больше всего понравилось стали выставлять свои вещи продавать которые они носят да я не замечал да например да очень многие стали значит потом у кого-то какие-то там открылись таланты одежды конечно одежду начали свою продавать не ну мой размер только 7 может быть и то он похудел он похудел нет ну в общем я тебе говорю а у тебя замечательная картина я например очень я собираю картины своих друзей мне тоже очень много дарили и я привозила из Москвы сюда у меня вот висят дома мне например одну картину в знаешь в доме-интернате для пожилых людей подарила одна женщина мы как-то приехали тоже ну помочь и в город Ржевск как сейчас помню и она мне и она мне подарила картину нарисовала такую удивительную такую какую-то такую необычную и очень теплую она мне подарила эта картина у меня висит в нашей комнате моего сына и я все время на нее смотрю и радуюсь а она говорит Ира я только очень плохо пишу с ошибками я вам там написала вы ну мне помогли знаешь и она так интересно так красиво написала мне на память я ее вставила в рамочку знаешь как это приятно потом одна подружка говорит ты знаешь я стала неожиданно там к возрасту к 40 годам стала писать картины вот покажу тебе мне так одна понравилась я влюбилась она мне говорит я дарю тебе у меня висит дома однажды я поделюсь с тобой я тоже же решила попробовать себя в этом искусстве рисовать и я пошла на такой класс он называется арт энд вайн ну то есть короче когда ты выпьешь ну собственно говоря ты знаешь и вайн и арт все получилось очень хорошо картина висит сегодня у меня дома иногда меня друзья спрашивают а чья картина так так что добавим а то у нас мало времени уже да у нас осталось да давай знаешь что к этому я добавлю что вот я мой жанр называется привитивизм не надо как душа никуда не ходи никакие вот как легло так и рисую это будет самое лучшее главное цвета и тени все и мысли все слушай у нас осталось действительно очень мало времени до завершения эфира час пролетел моментально я бы очень хотел чтобы в завершении нашего прямого эфира может быть ты споешь да споешь давай что-нибудь на твой вкус споешь сейчас я даже подготовился не просто так я вообще люблю петь знаешь люди которые это не моя профессия ты понимаешь но кстати я во многих своих спектаклях пою и всегда у меня два договорка если нуцка там не скажет что там ноту не ту взял или что я говорю ну я же драматистский артист дорогая так что я с удовольствием спою давай уже надо петь или как да да петь я боюсь чтобы нас не отключили ой так я же подготовился боже сейчас секундочку извините как слышимость сейчас слышимость прекрасная раз-раз-раз мои дорогие любимые кто сейчас смотрит нас будьте счастливы благословить вас нас все будет хорошо мысль материальная не бойтесь ничего любите сейчас и сегодня не что не что не Субтитры подогнали Симон. 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 I love you too. Спасибо. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.